Побывать на Филипповских полях осенью 1963 года, увидеть реку Сати с летом 90-го или пройтись по улице Речной зимой 1955 года. Такие временные скачки могут сделать гости выставки Ивана Шнягина «Живопись разных лет». Художник запечатлел на своих полотнах дорогие ему образы природы. Помимо саровских пейзажей здесь можно встретить горы или Чёрное море. Работал Иван Матвеевич в трёх разных техниках – маслом, акварелью и пером. Акварель представлена одной работой и стоит особняком выставки – это Санаксарский монастырь. Со школьных лет и до наших дней Иван Матвеевич продолжает творить, создавая на своих полотнах дорогие ему образы природы. И на нашей выставке представлены картины разных лет, от ранних до выполненных совсем недавно. Любовь к живописи у Ивана Шнягина появилась в детстве. В школе он участвовал в оформлении классной стенгазеты. Позднее во время работы рисовал для стенгазет карикатуры. По вечерам ходил в студию у городских художников, параллельно учился в Московском художественном университете имени Крупской. Так простой детский интерес перерос в вовлечение всей жизни. Его работы выставляли в Центре культуры и досугов НИЕВ. Также они гастролировали в составе выставки художников Горьковской области. В этом году Ивану Матвеевичу исполнилось 85 лет. Он ветеран в НИЕВ. И, конечно же, по своей профессии ближе к физикам. Но в его жизни и в душе огромное место занимает и лирика. А точнее, любовь к живописи. Посетить выставку Ивана Шнягина можно в часы работы в библиотеке без возрастных ограничений. Телефон для справок 9-94-09. Анна Пилипец, Кирилл Новикиевич, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Служба новостей Саров, 24. Служба новостей Саров, 24. Служба новостей Саров, 25.